друзья всем привет сегодня у нас очередные покатушки очередной выезд это минус 15 у нас снежок плотники через поля едем покататься по горочкам попить чайка ну и посмотреть как машина все разные поедут а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Установлено на Невасике. То есть арки не резаны, лифт. И в принципе в этом размере все помещается. Пятедверочка. Берет больше разгона. Такой добротный хороший разгон. Но нет, не получается. Главное, попыточка. Нет, в скорость не попал. Не просто не попал в передачу. Вот самое главное, попасть правильно в передачу. Вот это самое главное. Потому что пониженный, когда включаешь, обороты высокие. Колеса крутятся плохо. На повышенно оставаться, вроде все нормально. Но у них не хватает движка. О, неплохо, неплохо, неплохо. Отлично. И... Чуть-чуть не хватило. Буквально какие-то метры, ребята. Ну а так молодец. Хороший разгон. Чуть-чуть. И назад. Буквально много. То есть высокие обороты. Почти 6 тысяч. На второй, конечно. Да, что-то по-другому как-то. Вторая. Вторая, наготови. Вот дайте руку. Вообще. Ну получше. На треть. Давай, набирай, набирай. Набирай. Да ладно, пап. Отлично. Короче, неправильно передачу воткнул. Позаедем? Ну что, можете поздравить. Две Нивы наверху. Друзья, как видите, наш Нивасик на грязевой резине. Третья пониженно заехала. Юра, сзади блока. Занижения нету. Не хватает зацепа. Уже разгон стали брать. Вон, где зеленая Нива стоит. Примерно там. Так, Юра, разгон хороший. Нет, потерял, переключился. Леха на дастере пытается. Патруль хочет. Пробить свою вколейность. Бензин. Но тоже нет. Сейчас едет Эрст. Вторая пониженная. Грязевая резина, как у меня, тоже травленная. Но нет. Нету, говорит. На третье пониженная идет, говорит, посредине, говорит, не хватает. Сейчас чисто вторая пониженная. Полесы все маклают. Но, к сожалению, тоже не получается. Но все равно приятно. Когда ты стоишь наверху, как говорится, машину не зря вроде строишь, да? В этом же всегда, когда где-то ты лучше проехал там, где-то там в грязи проще выехал. И всегда такой, о, не зря я машину строю, не зря. Сейчас заедет, смотри. Ну, молодец. На цепях, на подъем, здесь снега. И вот вам, пожалуйста, что творят все. Что творят все. Прекрасно. Просто прекрасно. Смотрим, патрулек, бензин. Моща есть. Инерция есть. И все, он заехал. Красиво, красиво. Мощь. Передаточные числа совпадают. Машину затягивает. У нас на Нивы нужно выбирать, как заехать. Так, Нивасик. Мотор ревет. Ура, гол. А, чуть-чуть, чуть-чуть. Мне не хватает, ребята. Заехал. Ура, ура, ура. Нивы. Три Нивы заехало и два немца. Красавец. Смотрим. Рено Дастер 1.6. Шипы травленной. Не попал в колею. Нормально. Так, еще разок. Тут уже дизелек. Дизелек. Давай, 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 дизелек. Заболзет. Ладно, сравнялось. Три Нивы, три немца. Да? Да. Есть такое? Охо, разгон. Ну, вообще без проблем. Ух. Красавец. Попадает в колею. Все, заедет, заедет, заедет. Попал. Давай, Леха, давай. В заднюю, в заднюю. Молодец. Главное, вот видите, как попасть. Когда в колею попадаешь, колеса не попадают в снег. И тогда автомобиль заезжает. Ну, что, можно сказать. Один у шеи. Нивы могут заехать. Ну, приходится. Я говорю, Нивы могут заехать. Но всегда приходится играть с передачами. Искать, да? Если цепей нет. Вот. Ребята, вон на выезд выезжают. Там какие-то сложности. Нам это тоже предстоит. Ну, и контрольный нам в голову. Просто контрольный в голову. Взял и заехал. Да, Ниву прикурила. Тряночка курила. Так, Макса у нас летит. Ну, тоже мощность уставляет. Красавец. Так, у нас, меж всего, заблокированный. Разу. Заехал. Давай-давай-давай. Молодец. Давай, электронные витации должны помочь. Да, 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 да. Отлично. Посмотрим. Вот стоковый автомобиль. Единственное, грязевая резина. И лифт сделан. И все. Происходит смена водителя. Гребем, гребем. Двигателя хватает. Так. Вот я про что и говорил. То, что немножко машину сдиагоналит. Правая сторона. Ну, видите, сколько там снега. Нет, нет, нет. Вот почему-то нет. Холодно еще, что-то как-то. Минус 15, ветерок такой. Смотрите, спокойненько ползем. Спокойненько. На стоках гребет. Слушай, супер. Без проблем. Найдет здесь. Нет, навряд ли. Навряд ли. Даже не доехал до уровня Нивы. Слушай, надо тебе спуститься. Яреста, наверное, затрону цепить. И вытаскивать надо сюда. У него там трос вроде есть. Цепляй и вытаскивай давай. Сейчас у нас получается Ниву на цепях вытаскивает. УАЗ. Старушечка, работяга. Ох, человечище. Бухадочка. Бухадочка, УАЗ. Варить, что творит. Вот так вот. Девайсики. Кто говорил против девайсика? Вот как. УАЗ тянул, как оно, легко? Стянется потихонечку. Он же, как говорится, у вас помогал. Не чувствуется у вас, он как будто его и нет. Да? Ну, то есть зацеп такой, моща и все нормально. Ну, Нива что-то. Нива. Нет, я и сказал, что Нива топ. Как бы кто-то говорил. Вот вам пример. Нива-то тащила сейчас у вас. УАЗ. Так что, вот вам крайняя точка была поставлена. Я думаю, да. Нива-то тащит Нива-то. Ну, раз он у вас, у вас вытащил, то Нива-то тем более вытащит. Что можно по этим покатушкам сказать? Я вот для себя понял так, что в Ниве что решает? Это прошивка правильного электронного блока управления. Это большой плюс. Какие отсечки, где, как она едет. По блокировкам самоблоком. Да, есть, помогает. Плюсы есть. Как видели даже, что на грязевой резине у меня получилось залепить на горку. Хотя, в принципе, разгоны все набирали с одной точки. Плюс-минус там. На второй пониженной у меня не получилось. Потому что в отсечку и двигатель верет, а колеса не крутятся. На помышленной не едет. И вот только на третьей пониженной, так как у меня за нижением раздатка стоит, у меня получилось заехать. По иномаркам. Мощность двигателя решает. Колеса крутят. Зацеп есть. И автомобили выезжают. У Нивы, да, нужно всегда подбирать передачи, какая стоит резина. Хотя на данный момент сильной разницы не сыграло, какая резина стоит. Шипованная, липучка, грязевая. Вот вообще никакой разницы не было. Я в некоторых случаях на грязевой даже проезжал. В некоторых местах лучше, где кто-то проезжал, например, на шипах или на липучке. Пятидверная Нива в стандарте. Только сзади установлено блока. На шипах не смогла заехать в горочку. Такие дела. Так что много нюансов для того, чтобы автомобиль проезжал. Еще, конечно, зависит много от водителя. Сейчас мы уже сдвигаемся в сторону дома, через поля. Там ребята где-то, кто-то стоит, говорит, в каких-то там ямках застряли. Многие нас стоят тут. Покажи, вот сейчас вот будем спускаться. Вот Нива впереди идет на такой же грязевой резине, как у меня. Я еду сейчас на повышенной, вторая повышенная. Но, между собой, у меня заблокированы. Федя, почему у тебя не заводится уже второй раз? Да хрен его знает. Или я присадку то, что залил. Вот этот бак. Она замерзает вон. Или, не знаю, что ли. Это присадку по очистке добленной системы резина, да? Да, да. Может у тебя там разжижело и забилось, забивает что-нибудь? Хрен его знает. Может быть, не знаю. Ну, давления нету и все было. По покатушкам что скажешь? Как ты видишь? Более-менее нормальные машины, нормальные плюсы, минусы какие-то есть? Да, я думал, все машины одинаковые. Кто за рулем сидит, самое главное. А так? Как тебе по катушке сегодня? Вообще, как всегда, прекрасно. С нашей группой не бывает никогда плохо. Плюсы, минусы увидел в машинах какие-то? Да, минусы, допустим, вот Эрнсту, например, по его резине, надо до 0,6. Это максимум спускаться, до 0,5, то есть, да. Сейчас вот у него сколько? Сейчас вот мы стравились, она поехала до 0,6. И вот сейчас вот 0,6 у него, да? 0,6 у него, да. Была единичка, поэтому она там, ну, как в гору, ты же видел, где дергали, она не едет. Ну, получается жесткая резина. Жесткая, очень жесткая она, сцепа никакой. Я думаю, что в ту гору, вот на такой бы она бы заехала. Ну, видишь, у меня получилось заехать. У тебя получилось. У меня стравлены единицы. У тебя единицы стравлены, во-первых, во-вторых, у тебя занята понижайка в раздатке. И плюс ты на третье полученный. Ну, и плюс резина совершенно другая. Да, другая резина. Здесь вот, здесь она жесткая очень, поэтому вот так вот сделали. Шень, а что у тебя по патрулу? Как, нормально все проехал? Ну, да. Какие-то замечания там в своей машине увидел? Конечно, какие-то. Есть, надо задним мостом разбираться. Жесткое включение блокировки. А, ну, понятно. Ну, а так, мощность двигателя позволяет, хватает. Хватает. Это заглаза. Да, да, хватает. Ну, отлично. Ну, вот вы сегодня первый раз участвовали у нас на покатушках. Какие у вас впечатления? И впечатления от вашей машины? То, что вы нового узнали или не узнали? Приятная неожиданность. Я думаю, она раньше встанет. Она, в принципе, ни разу не встала. Это прям удивило. Машина встала. Ну, у тебя лифт, да, по-моему? Только лифт, да. И 195-й что, резина? 195-й, 75-й, 16-й. Ну, да. Ну, она там, что у тебя липучка или что там? Шиповная, сайлум? Шиповная, да. Китайский сайлум. И прям, да, гребет, оказывается. Ну, понравилось? Да, здорово. От машины что-то узнали, да, нового? Да. Ну, отлично. Здорово, здорово. Ну, для большой Нивы движка, конечно, хватает. Ну, не знаю, для Нивы существует понижайка. Только понижайка выручает. Ну, опять-таки, в гору на понижайке не забрался. Ну, я же заякал. У тебя еще ниже. У меня столько понижайков. Вот человек тоже. У тебя же нет ни занижения, ни чего-то зеленая Нива? Нет, у меня редуктора-то троечный стоит. А, редуктора-то. То есть, зажжение получается по редукторам, а в тарле ничего нет. И резина, я говорил. Лифт получается, середина 225-70, да? 70-16. Ты травился? Да. До 1,3, до 1,2 вот где-то. Вот тоже в горочку заехал. А так вот, когда я не стравился, она вообще не эта. Понятно. Вот прям стравил вообще. А машина что-то там увидела, ну, что-то там, какие-то плюсы-минусы? Ну, плюс один, что тачка действительно достойная. Она прет вообще нормально. Я вот когда я тоже заехал в город, говорю, приятно, когда ты заезжаешь. Или когда ты с грязи выезжаешь. И думаю, что, блин, не зря ты все-таки бабки там вкладываешь. Знаешь, что ты делаешь. Обидно, когда ты машину делаешь, делаешь, строишь, строишь. Она нифига не едет. Вот это обидно. А так, в принципе, сегодня все показали. Отлично. Бомбическая все это было. Да, нормально. Катушка. Погода клевая. И погода хорошая. И с утра, как начиналось еще со снежком, я думаю, там вообще было бы интересно. Ребята возят в комплект резины. Вот так вот они в багажник грузят, чтобы не перебывать. Потому что такие цепи, как я и говорил, ну, тяжело. Долго и тяжело. Долго одевать можно одеть, долго. Зимой руки мерзнут. Летом нормально, тепло как бы натянув. А зимой проще вот колеса. Ну, для меня проще колеса поменять. Поэтому вот они, ребята, возят так. И как видели, самый топчик автомобиля, это вот этот автомобиль. Молодцы, ребята. Никаких блокировок, ничего не нужно. Нужно только цепи, да? Полный стоп. Полный стоп. И автомобиль едет. Кто же сегодня к нам приехал первый раз? На патрульчике бензин. Вот первый раз ты приехал. Как тебе? Понравилось, не понравилось? Плюсы, минусы. Что узнал о машине нового? Расскажи. Все супер. Патруль рулит. Единственное, надо, наверное, я думаю, механическую коробку передач. Так как начинает где-то после 3000 оборотов вылетать. Ну, ехать как следует. А так все вполне устраивает. Я самолеты тоже катаюсь на грязевой, да? Ну, и первый раз выехал вообще. Ну, вот я тоже одел грязевую. Вот, говорю, катаюсь. Мне пока нравится. А летний он спустил, получается, до единички все. Ну, везде, в принципе, прошел. Ну, да, мощность двигателя, конечно, я и в гору смотрел. Вообще супер. Просто как пушка. Патруль урвали. Да, потролл тему. Ну, молодцы. Так, друзья. Ну что, покатухи наши закончились. Выехали уже ближе к трассе. Кто-то сейчас накачивается, кто-то колеса меняет. Кто-то там колеса свои чистит, диски и прочее. Покатались нормально. Если вам интересно задать вопросы или с вами поехать на покатушке, есть телеграм-канал Niva 007. Просто в телеграм-канал заходите, набираете Niva 007. Это общая группа для всех подписчиков. Мы там общаемся. Ну, ребята, многие с нашей большой стороны всегда там общаемся и задаем другу вопросы, какие-то темы обсуждаем. Эта группа интересна всем тем, кто, ну, катается, наверное, больше на полном приводе. Для этого мы, наверное, и существуем. Такая банда, да, не то, что Нивоводов, а те, кто катается на полном приводе. Все, всем пока. Телеграм-канал Niva 007. Переходим, пишем, выкладываем свои фоточки. И всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова